Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В ЖЭКе знают Был разговор о том, чтобы здесь Поставить колышки Потому что вы же видите Корни деревьев Вдоль этой дороги Поставить колышки Знаки стоят Что здесь стоянка запрещена Все ставят Что мы можем сделать Не машина же бить За парковку своей машины Юлиана Костина Каждый месяц платит По 2500 рублей Другие водители Нашли вариант Более экономный Это от них Местные жители Ставят ограждение И спасают деревья Не помогает В некоторые дни На театральной 42 Стоит по 60 машин Здесь паркуются Все, кому не лень Начиная от Начиная от Института Шершова И кончая Вот всеми Близлежащими Вот этими домами А есть люди Которые вообще Паркуются И идут на работу Этот дом На улице Родителева Тоже попал в программу Мой двор Парковка здесь раньше была Но давно нуждалась в ремонте Сейчас меняют основания И сделают два новых Слоя асфальта Обнавленная стоянка Рассчитана на 15 машин Автостоянки Временного хранения Приехал на обед Поставил машину Вышел, ушел Это не предназначенная стоянка Для того, чтобы тут Стояли месяцами машины Это не для этого На театральной 42 Новое покрытие Делали год назад При таком количестве Автомобилей Ремонт скоро придется делать заново На весь большой двор Кстати, почти 40 лет А детям теперь приходится Играть на деревьях К сожалению, подрядчик Очень такой неблагоприятный Не умеет работать Просто умеет Здесь немецкая дорога Принять невозможно Чем которая стала Зачем же портить то, что было Начальник отдела капитального ремонта Сегодня объехала все дворы Где ремонт почти завершен До конца года Должны сдать 114 объектов С парковками Их список можно найти На сайте городской администрации В разделе строительства Парковками, которые мы строим Эту проблему не решишь Эту проблему можно решить Если делать где-то паркинги Многоярусные Как у нас на Бараново Эту проблему можно решить Чтобы они были доступны Для населения По стоимости Можно Многоярусные паркинги В Калининграде Презентовали в начале мая Пока в электронном виде А строить их По прогнозам Начнут не раньше Чем через 2-3 года На улице Театральной Последние несколько лет Место облюбовали Балтийские маршрутки Правда, неофициально Мария Пустникова Денис Череуха Служба новостей Город Рабочих не хватает Но мост обещает сдать вовремя А к 21 ноября Открыт движение По второй эстакаде Но для этого Подрядчик должен войти в график Сейчас он встает от него На целый месяц Своё недовольство По этому поводу Высказал и губернатор В четверг он побывал На объекте С воездным совещанием Но больше всего Окончание стройки Ждут на улице Генерала Павлова 8 Жители устали От постоянного шума И грязи под окнами 21 ноября Пропуск движения Будет обеспечен Так как договаривались Мы еще в феврале месяце То есть мы так и ориентируемся За счет каких ресурсов Вы же Наших внутренних Да нет у вас ресурсов Подрядчик обещает И заказчик сомневается Слишком много препятствий Чтобы объект Сдать в срок Из графика выбились Больше чем на месяц Не хватает рабочих Власти считают На такой стройке Их должно быть Не меньше 500 50 человек занимается Подготовкой Всем И 150 человек Круглые сутки Нам после бетонирования Надо же понимать Надо успеть Уложить сюда асфальт В июне администрация города Заявила Что мост достроят Не раньше 2012 года Хотя сначала В планах было Завершить уже к этому Выездное совещание Решили провести Чтобы расставить Все точки над И И у местных жителей Тоже что называется Накипело Я уже нахожусь в истерике Уже в течение Вот года С прошлого С прошлого августа Или где-то Вот они Когда начали Интенсивную работу Не знаю Я доживу ли вообще До конца этой стройки Или Меня в психушку отправят Войти в график Подрядчик должен успеть К середине сентября Увеличить число рабочих В начале августа Об этом губернатор Заявил журналистам Уже после Выездного совещания Скажите Работы могли бы Вести здесь Сейчас Вот допустим Тротуар Вот столбы С освещения Нет Изоляции Почему нет На данный момент Размещен заказ На шумозащиту Которого мы Не знали в какой цвет красить Говорим о том Что изоляцию Делает три человека Третий месяц И никто практически Ничего не делает Изо дня в день О чем мы говорим А жители дома номер 8 По улице генерала Павлова Говорят Что от шума и грохота Не спасают даже окна С шумоизоляцией Мочью Не будешь же спать Закрытыми окнами Да Тоже ведь умрешь И днем Тоже нужно как-то проветривать То есть А тут Ну в общем окна открыть Невозможно Невозможно Ну шум и все равно Тут такой шум Там все в доме трясется Когда здесь тяжелая машина идет Если верить обещаниям подрядчика И словам губернатора После 15 ноября Окна в доме Можно будет открывать чаще Все работы завершат А с 21 числа По второй стакаде Уже будут ездить машины Полностью объект сдадут В 2012 году Мария Пустникова Денис Череуха Служба новостей город Синоптики и сотрудники МЧС Опять передают Штормовое предупреждение На Калининград Движется очередной циклон С четверга по субботу Погода сильно испортится До 23 июля Как пишут синоптики Будут идти Ливневые дожди И грозы Возможен град А ветер может усилиться До 20 метров в секунду Такую погоду Лучше ограничить Своё передвижение по городу Также необходимо Избегать соседства С большими деревьями Рекламными щитами И линиями электропередач В дождливую погоду Здесь небольшая 20 километров В эту яму Упал обеими колесами И всё Отъехал вот сюда Смотрю номера нет Стал искать Результат нулевой Сегодня приехал Опять ищу А куда ездить Без номера Такая лужина Наепроновской Каждый раз После сильного дождя Ливневка забита В воде уйти некуда А под ней Целый склад Автомобильных номеров Ну вот Чей-то номер А дальше уже И И утонуть можно Потерять номер Не самое страшное В течение получаса В яму попали Ещё две машины И если микроавтобус Выбрался своими силами Легковушке Поможет только эвакуатор Жутко пугает Особенно эта лужа Каждый день На работу и сработаю И вечно через неё А я знаю Я здесь всё равно Езжу постоянно И уже знаю Где она находится И как её ехать Вообще-то она Уже три месяца Если не больше И всё больше И больше становится Мне просто чудом повезло Что вот Я не на месте Этой Хонды Колесом Провалился Но видно По краю проехал Честно говоря Это полный беспредел На ямочный ремонт В этом году Было выделено 70 миллионов рублей Но чтобы отремонтировать Все улицы города Необходимо больше миллиарда А пока сообщать О подобных ямах Можно в городскую Службу заказчика По телефону 53 08 69 Или дежурному Администрации Своего района Полина Зайцева Наталья Сидорчук Михаил Илькевич Служба новостей город На Калининград Наложен карантин Постановление подписано Региональным правительством Причина опасное Бактериальное заболевание Плодовых деревьев Карантин распространяется На часть территории Гурьевского Неманского Светлогорского Зеленоградского Балтийского И Черняховского районов Также в самом Калининграде И в Янтарном Сейчас на этих территориях Проводится специальная обработка Плодовых деревьев Они подверглись Серьезным ожогам Пока новых очагов Карантинного заболевания Не выявлено Фитосанитарное обследование Садовых культур Проводится Вы смотрите Служба новостей город Мы продолжаем Детей защитят От вредной информации Соответствующий закон На днях подписал Дмитрий Медведев Теперь школьные учебники Тетради должны соответствовать Новым нормам А продукцию СМИ Отправят на экспертизу Поправки вносят в закон О СМИ Об основных гарантиях Прав ребенка В Российской Федерации И о рекламе Под запрет попадают Учебники и тетради Содержащие рекламу Или так называемую Вредную для детей информацию Сами учебные заведения А также территория Ближе 100 метров От их границ Должна быть очищена От вредной для детей рекламы Согласно новому закону Из интернета Также должна быть Убрана информация Причиняющая вред Развитию несовершеннолетних Следить за соблюдением Законодательства Будет государство За нарушение Уже предусмотрены штрафы От 2 до 200 тысяч рублей На некоторых картах России Забывают про Калининградскую область А в следующем году За нами будут следить Со спутника Это и другая информация В нашей постоянной рубрике Короткой строкой Дмитрий Медведев Ужесточил наказание За продажу алкоголя детям За подобные нарушения Он ввел и уголовную ответственность За розничную продажу Алкогольных напитков Несовершеннолетним Сначала продавцов Будут штрафовать Если такое повторится Продавцов привлекут К исправительным работам Или заставят Выплатить 80 тысяч рублей Штраф для физического лица От 5 тысяч рублей Для должностного До 20 тысяч Для юридического До 100 тысяч рублей Зачастую на картах Рекламных плакатах С географическими картами Не указывают Отдельные регионы России Например, Калининградскую область А Сахалинскую область Показывают без Курильских островов Сахалинские депутаты Предложили Ужесточить ответственность За такие потери Например, для граждан Административный штраф От 500 до 1000 рублей На должностных лиц От 2 до 5 тысяч На юридических От 10 до 20 тысяч рублей За повторные нарушения Они предлагают Увеличить штраф вдвое С 1 января следующего года В России начнет действовать 25-процентная пошлина На ввод телефонов и навигаторов Без встроенного ГЛОНАСС-приемника В связи с этим Цены на все навигационное оборудование В том числе на телефоны Вырастут на 7-10% Как пишут некоторые интернет-порталы Так государство решило Что за всеми процессами Происходящими в стране Нужно следить за спутника Независимо от желания жителей Чемпионат мира по футболу В 2018 году Обойдется нашей стране В 632 миллиарда рублей Большая часть средств Будет потрачена на инфраструктуру Это строительство И реконструкция дорог А также на стадионы 12 площадок в 12 городах Пока их окончательный список Не утвержден В Калининграде тоже планируют Построить арену для чемпионата мира Подготовка к этому событию В нашем городе Уже привлекла внимание Крупных мировых компаний Калининградка Натария Ищенко Стала 14-кратной чемпионкой мира Она завоевала четвертое золото в Шанхае На чемпионате мира По водным видам спорта Наша землячка стала лучшей В сольной программе Последнее золото Она взяла в произвольной программе синхронисток Курсы валют на 22 июля Доллар США 27,90 руб Евро 39,84 руб Литовский лит 11,52 руб Польский злотый 9,98 руб Международный автопробег Сделал остановку в Калининграде Это колонна ветеранов Военные моряки из Украины Белоруссии и России Маршрут из Минска Через европейские страны До Санкт-Петербурга Остановка в Калининграде У памятника 1200 гвардейцам Митсубиши Паджеро БМВ М5 Тойота Лангкрузер Лексус С430 И почти 300 лошадиных сил У каждой Элита мирового автопрома Проехала через несколько границ Чтобы почтить память Воина Второй мировой И отдать честь Всем офицерам Военно-морского флота Маршрут от Минска Через Брест Варшаву Гданск Ригу Таллин Хельсинки И конечный пункт Санкт-Петербург Калининград Только середина пути Но для таких машин И хозяев Такой автопробег Только способ Себя проверить И показать Дороги в Европе Очень хорошие В Беларуси Нас это очень поразило В Польше Изумительные дороги И абсолютно нет Тем более Что наш пробег Не носит никаких Коммерческих целей Мы не преследуем Это мы ездим За свои деньги Но вот Те впечатления Которые мы получаем Я думаю Они стоят Даже отчасти Какой-то разбитой подвески Автопробег По местам боевой славы Приурочен к 70-летию Военно-морского флота Все участники Ветераны службы Члены семей Возраст от 6 до 70 лет За рулем Даже женщины Настолько идет команда Именно команда Это у них Третий автопробег Мы участвуем впервые Что в принципе Нам с ними легко Все забравшиеся Возложили цветы Сделали общие фотографии Но для них Главное общение Калининградские ветераны Дольше всех ждали Этого события Должного внимания Пенсионерам не уделяется Праздничная дата Возможность Снова почувствовать себя нужным И украинцы И белорусы Это же своеобразная Ну эстафета Мира И дружбы Это в первую очередь Это как будто Мы снова В те времена Когда я был молодым Когда украинцы И белорусы Вместе со мной На одном корабле Служили Многие ветераны Мечтают увидеть Среди участников Своих боевых друзей Федору Игнатьевичу Почти 90 лет Он пришел одним из первых Полковник артериелии Только полтора года назад Ушел на пенсию Друзья у меня есть В Севастополе Есть в Одессе И есть в этом самом Каховке Вот может быть Хоть одного Встречу Полковнику повезло Он нашел дочь Своей боевой подруги Через столько лет Эмоции только сильнее Для пенсионера Это останется Одним из самых ярких Воспоминаний И таких встреч В истории автопробега Немало Третий раз Воины-моряки Колесят по просторам Родины В прошлом году Колонна стартовала В Севастополе Остановка в Чехии Тогда удивила Всех автолюбителей В Варне нашли Подводную лодку Затонувшую Со времен войны Встречались С мэром Варны Нашли Очень теплую поддержку С его стороны И он обещал Открыть монумент По крайней мере Власти Должны были Открыть монумент Погибшим морякам Нашим русским морякам Которые погибли В год Великой Отечественной войны Этот автопробег Завершится в Санкт-Петербурге 31 июля На юбилее Военно-морского флота Колонна торжественно Проедет По главной площади города В следующем году Участники собираются Пустить в Тихоокеанский флот Правда На каким транспортных средствах Будут добираться Еще не решили Хотя на Карахану Абиктор Буздин Служба новостей город И в конце выпуска Вопрос к калининградцам Расскажите о ваших Хороших новостях Встретила с своим молодым человеком Мы гуляем У нас хорошее настроение Хорошая погода Приехали родня С города Вологды С России Вот Ну и так Хорошая погода Хорошее настроение Красиво вокруг На море нас возили Сегодня по городу гуляем Были в винтарном музее Нам очень понравилось У внука Резался А машина недавно хорошая Сделала Полностью Сегодня проводила Своего мужа Со своими детьми В Украину Отдыхать В ожидании отпуска В августе Собираюсь Правда поехать Я сама приехала С Камчатки И очень рада Что я приехала домой К своим родственникам К своим друзьям Одноклассникам Которые меня ждали Ждут И вообще Очень люблю свой город Калининград И очень скучаю Несмотря на то Что я уже здесь 20 лет не живу В порту встретились Все сделали Наши дела выполнены Сейчас мы пойдем гулять Отдыхать Расслабляться Сейчас в отпуске Отдыхаю Я приехала сюда Из Германии В гости к маме Вот подружек своих встретила Все хорошо Город хороший Понравился По набережной погуляли Город чудесный Чистенький Люди доброжелательные Все хорошо Очень хорошо И это все новости К этому часу Если вы стали свидетелем Уникального события Или сняли вы на свой сотовый Или любительскую видеокамеру Звоните в нашу редакцию По телефону 91-94-04 Всего вам доброго И до встречи Редактор субтитров А.Семкин